Это тяжелая задача быть человеком. Это тяжелая задача быть человеком. Мы сегодня это понимать должны, что быть человеком не так просто. Вот если бы наши были нелюдями, они бы воевали так, как воевали американцы в любой компании. Сначала летят летающие крепости, тяжелые бомбардировщики, сбрасывающие многотонные бомбы на все подряд. Ковровые бомбардировки счищают все в ноль, в пыль. А потом туда заезжает боевая техника и под ее прикрытием живая сила противника. Ну то есть это спецспецназа или передовых частей. И тогда уже не с кем воевать. Уже все остальные оглушены, парализованы, как бы разорваны в части, в клочья. Но наши так не делают. Потому что они чувствуют, что раз мы воюем с нечеловеческой идеологией, с античеловеческой, мы для них не люди, мы для них унтерменши, то есть недочеловеки. Мы для них такое. Они для нас люди. Даже более, то они для нас братья. Все еще. Все еще братья. Хотя они сделали все для того, чтобы мы так перестали думать. А идеология Украины была какая? Украина не Россия. Кучма, красный директор, написал такую книжечку. Ну под его именем вышло. Они прописывали, мы корень славянства, а вы там какие-то там буряты, калмыки и все остальное. Какие-то там монголоиды всякие. Вы вообще не славяне, вообще никто. Вы вообще не люди. Это была их политика. Это была официальная их доктрина, с которой они утюжили мозги детям в школе. Ну слушайте, если Бандера твой герой, то готовься повторить его подвиг. Кого ты героем своим назовешь, то его ты жизнь и повторишь. Если твой герой Александр Суворов, то ты будешь воевать так, как воюют наши солдаты. Суворов сказал в науке побеждать. Лети, кали, руби, гони врага. Враг упал на колени или поднял руки. Стой! Пленных не тронь, бог разбойникам не помощник. Это прописано у нас в книжках. И даже если вы ее не читали, эту книжку, она у вас в сознании все равно есть. Бог разбойникам не помощник. Он говорит, мы русские, какой восторг. Бог наш генерал. И он там много об этом написал в этой науке побеждать. Это наука по тактике тогдашнего боя, по соединению усилий кавалерии и пехоты, по штурму крепостей, по всяким другим вещам. Это такая практическая книга по тактике. Но там есть много вкраплений духовного содержания, где он говорит, без молитвы шашку не обнажай, без молитвы ружья не заряжай. Стой твердо, сам погибай. Товарища выручай. У нас же там были случаи, если вы видели, не очень сильно увлекайтесь соцсетями, по крайней мере дозируйте это увлечение, как люди пишут, не могу не смотреть новости и не могу их смотреть. И уже смотреть их не могу и не могу не смотреть. Ну да, то есть, ну вот так вот сейчас, да. Если бы это было в Дни Великой Отечественной, мы бы стояли возле этой тарелки, значит, такой-то от Советского Информбюро и слушали бы голос Левитана, слушали бы, толпой бы собрались бы и слушали бы, что там надо. Сегодня на фронтах там были тяжелые бои в районе Харькова, он бы нам сказал бы все. Мы бы слушали это все, потом бы разбрелись по домам и обсуждали бы. Но сегодня это все у нас, вот, и мы бы это все слушали. Но нужно это все дозировать, безусловно, потому что тяжело с этим всем справиться. Так вот он говорил, да, повторяю, что Суворов говорил это все, значит, без молитвы, шашку не обнажай, ружья не заряжай, сам погибай, товарища выручай, это тоже оттуда. И вот у нас есть такая информация, допустим, когда наши парни погибли, например, защищая собою, украинскую, там, женщину с ребенком, например. Есть фотографии прям. Она по наивности подумала, что такой-то украинский солдат ее закрыл. А, да, в принципе, какое там дело, там, в перепуганной женщине, как бы, по которой стреляли. А там реально наш, значит, парень пошел на небо, отдал душу за ту женщину, со страной которой, на территории страны которой сейчас будут боевые действия, боевые операции. Это что такое? Это вот то самое, это то, чем отличается человек от нечеловека. Что те, которые кричат, что кто-то там уже не человек, там, унтерменш, там, недолюдки, недолюдки, то, скорее всего, потеря человеческого достоинства произошла уже в этой душе, у него уже. И это то, это вообще какая сила у идеологии. Какая сила у идеологии. Вы видели? Факельные шествия, ну, конечно, не могли не видеть. Эти люди, может быть, даже и какая-то вина у них своя есть, но она дозированная. Но там есть руки других людей. Там есть и наша вина. Потому что русские в России не были очень сильно нужны. И русские на Украине были брошены. У них еще потерялась всякая историческая память. Всякая самоидентификация. И там сейчас в нацистские батальоны вступило много русских людей. Простых русских людей. Они, некоторые были просто оболванены, некоторые как-то поверили в это все, а некоторые сознательно пошли ради того, чтобы... Ну, что социальный лифт такой. То есть ты получаешь какие-то привилегии в государстве, значит, и так далее, и так далее. Вот, поэтому это очень серьезная вещь. Там далеко не все украинцы воюют в этом всем. Там воюют очень много этнических русских, которые почему-то потеряли свою русскость за все это время независимости Украины. и пропитались нацистской идеологией. Это тоже серьезная вещь. Так что много проблем поднялось, которые надо будет решать, как бы и церкви, ой, тоже там, значит, есть о чем поговорить, но может быть не здесь, не сейчас. Вот, и в государстве, и в информационной политике, в миграционной политике. Например, есть много людей, которые давно хотели приехать в Россию и получат русский паспорт. Но наше миграционное законодательство до сегодняшнего дня было придумано таким образом, что человек быстрее умер в очереди за паспортом, чем его получил. А людей, которые желают приехать, и желали приехать из Средней Азии, из Казахстана, из той же Канады, там занесло людей по разные страны, из той же Польши или Америки. Есть очень много людей, которые, но они просто боятся приехать сюда, что здесь никому не нужен, и ты будешь, как бы, ходить и просить, как бы, дайте мне справку, что мне нужно справку. И это будет годами тянуться, как бы, и люди уже не молодые, это многие, они просто не хотят, а надо и это пересмотреть. Да, короче, все пересмотреть нужно. Когда такое начинается, когда ты читаешь Писание, и вдруг вздрагиваешь от того, что оно полностью совпадает с действительностью, пересматривать нужно все. Да, я уже еще раз скажу об этом, да, что когда ты там читаешь Писание, как бы, и оно, ну, как бы, ну, не про меня, что ли, да, такое, какое-то такое, подумать об этом можно, поговорить можно, но какое-то такое далеко, но здесь ты начинаешь читать Писание, и оно вдруг про тебя, вообще, оно совпадает с реальностью. Я вот ехал к вам, читал псалтирь по-русски, вообще читаю псалтирь по-славянски, как правило, но по-русски тоже, в последнее время, вот смотрите, вот наугад я открыл сегодня там, значит, в машине, 32-й псалом, псалом 32, по-русски. Вот скажите мне, что это не про нас, а не про сейчас, он довольно большой, правда, но я прочту его, ну что. Радуйтесь, праведные о Господе, праведным прилично словословить, славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятострунной псалтире, пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием, ибо слово Господне право, и все дела Его верны. Он любит правду и суд, милости Господней полна земля, словом Господа сотворены небеса, духом уст его все воинство их. Он собрал, будто груды морские воды, положил бездны в хранилищах, да боится Господа вся земля, да трепещут пред Ним все живущие во вселенной, ибо Он сказал и сделалось, Он повелел и явилось. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов, уничтожает советы князей. Совет же Господень стоит вовек, помышление сердца Его в род и род, блажен народ, у которого Господь есть Бог. Племя, которое Он избрал в наследие Себе. С небес смотрит Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, Он презирает на всех живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Ну разве это нас не касается? Какие вообще живые, сильные слова? Не спасается царь множеством воинства, Исполина не защитит великая сила, ненадежен конь для спасения, не избавит великой силой своей. Вот око Господне над боящимися Его и уповающими, то есть надеющимися, на милость Его, что Он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их. Душа наша надеется на Господа, Он помощь наша и защита наша, о Нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали, да будет милость Твоя, Господи, над нами, ибо мы уповаем на Тебя. Слушайте, каждое слово прям в точку, прям в точку, еще вчера не в точку, сегодня в точку. Спасибо, утешили. То есть по-бивлейски вас утешил, как в духе Иоанна Претечи, и многое другое, утешая благовество ваше им. То есть баловаться мы не будем, мы не баловались, особо так старались никогда. И делать из себя пушистиков, и из Господа Бога делать то, чем Он не есть, мы тоже не будем. Все серьезно, страшно, тревожно. Скорбь, который не было, сжимает сердце наше. И мы должны на Бога надеяться, потому что Он мир наш, Он помощь наша, но Он ненавидит грех. И сделать так, чтобы был мир и грех одновременно, не получится. Надо, чтобы чем больше мира, тем меньше греха. Чем меньше греха, тем больше мира. Вот повторяю, вот это залоги мира. Вот порнхаб, слава Богу, отключили. Это твердый залог мира, между прочим. Вот аборты, даст Бог, выведем из ОМС. Это будет твердый залог мира. Из федеральных средств не будут выделяться деньги на убийство младенца в очереди. Вот начнем облегченно выдавать паспорта соотечественникам, желающим жить на родине. Это будет залог твердый мира. Вот будут сделаны какие-то шаги, значит, по помощи среднему бизнесу. Залог мира. Вот тех же бедных, этих бомжей, или там заключенных в тюрьме, значит, как-то начнут думать о них. Это залог мира, потому что мир от Бога. Но мир и грех, это не от Бога. И нету мира там, где грех. Поэтому, что хочешь мира, поменьше греха. Вот это правда Божия. А мир с грехом пополам, вот так вот этот прелюбодейный такой, такой, значит, объевшийся такой, охамевший мир такой, это не был мир. Это была истинная подготовка к войне. Хочешь быть пророком, скажи праведнику, что ему будет хорошо, и не ошибешься. Скажи грешнику, что ему будет плохо, и не ошибешься. Поэтому сегодня, друзья мои, я вот всегда вас просил, и сегодня прошу, берите, пожалуйста, псалмы в ручки, и читайте. Как можете, сколько можете? Один, два, три, или кофизмов. В кофизме обычно, там, скажем, от семи до девяти псалмов. Читайте внимательно. Если можете, поклоны класть, кладите. Скоро будет пост, уже через совсем мало дней. Сегодня уже у нас среда, правда? Четверг. О, Иисусе, как время летит. Четверг, то есть совсем скоро у нас, значит, уже великий пост. Надо будет поститься. Глазами, языком, чревом. Скажите, а что там Богу моего чрева? Нужен ли Богу мой желудок? Влияет ли он на что-нибудь? Скажу вам так, желудок ваш не нужен никому, по большому счету, потому что чрево для пищи, пища для чрева, то и другое Бог упразднит. Но, когда у вас будет немножко урчать в животе, а вы будете думать о чем-то хорошем, тогда у вас станут чище помыслы. И воля ваша на добро укрепится, и вы как-то почувствуете себя как бы собраннее, внимательнее и сильнее. И тогда у вас будет молитва лучше, а вот это уже влияет на мир. То есть пост нужен не Богу, пост нужен нам. А вот уже когда через пост мы начнем быть более внимательными, более умными и более такими волевыми в добре, стойкими такими, стойкими именно в быту, в повседневности, будем держаться в руках, не психовать, не нервничать, будем молиться больше, чаще, вспоминать свои грехи, сказать, Господи, и я виноват во многом, прости меня грешного. Когда вот это уже все влияет на мир. Это влияет на мир. Вы сами знаете, что если в коллективе появляется, например, один какой-то такой добрый человек, ну какой-то такой, не попросту, такой не мультяшно добрый, какой-то такой глубокий, такой серьезный интересный человек, вокруг него меняется климат. Как-то всем хорошо, когда кругом есть праведники. Появляется какой-то, например, злой человек, какой-то сплетник, какой-то склочник, какой-нибудь такой нашептыватель, сразу все рассыпается. Потому что всем плохо, когда какой-то грех вторгается в жизнь. От наших грехов очень много зависит. И от наших молитв тоже кое-что зависит. Поэтому будет пост, будем поститься. Псалтирьку святую читайте, пожалуйста. Вот. И как нам сказал Иисус Христос, не ужасайтесь. Не ужасайтесь. А в Евангелии от Луки вообще там написано, когда увидите все это сбывающимся, распрямитесь и расправьте плечи. Даже так написано. Это не у каждого получится. Думаешь, ну как это? Сейчас наоборот хочется голову в плечи втянуть. А он говорит, нет, расправьте плечи. Он говорит, приблизилось избавление ваше. Но это Господь наш сказал. Он же наш Господь. Он командир нашей жизни. Хозяин дыхания нашего. То есть он взвесил наше дыхание и посчитал наши волосы. Он Господь. И он сказал, распрямитесь. Распрямитесь. Приближается избавление ваше. Так что, друзья мои, как говорил святой Иоанн Златоуст во всех жизненных обстоятельствах. Слава Богу за все. Верующий, праведный верою жив будет. Говорит, надменная душа не успокоится, а праведник верою жив будет. Все это касается нас всех. Значит, одна страна должна быть сегодня. И мы должны все застегнуться на все пуговицы. Все. Хватит. Сплетен хватит. Критики хватит. Надо быть серьезным. Может быть, это еще не конец всего мира. Но одна из серьезнейших подготовок. Такие актов истории, которые вообще отрезвляют людей. Если это нас не отрезвит, то что нас отрезвит? Если это нас не заставит молиться, то что ж тогда? Если мы здесь не поймем, где мусор, а где добрый хлеб, то что же нас тогда сделает чуть-чуть умнее? Вот я вижу в этих страшных временах великую пользу, как ни странно. Хотя мне самому тоже все это тревожно и больно душе моей. Я вообще-то там родился и вырос. Я прожил там вообще гораздо больше, чем 40 лишним лет. Собственно, 44 года на самом деле. Не так уж мало. И поэтому... Но мне же, как человеку, который там жил, и там вырос, и все это как бы видел там все... Мне же, конечно, и понятно, что это не сегодня началось. И не мы в этом виноваты. Вот это я понимаю с абсолютной точностью. Все. Христос воскрес из мертвых. Он умеет побеждать. Христос умеет побеждать все, даже смертную тьму. Даже там, где заканчиваются силы у всех, у философов, у медиков, у самых больших силачей, там, где наступает смерть, даже там Христос сильнее. Христос умеет воскресать из мертвых. Если выразиться словами Честертона. Он умеет пройти сквозь смертную тьму. Там есть написано такое, если и пойду посреди тени смертной, не убоюсь о зла, ибо ты со мною. Это любимый псалом Исаака Ньютона. Исаак Ньютон был там, кто он там был там в Королевской Академии Наук, там в Британии, там такое, вели ума палата и т.д. и т.п. Все понятно. Его спрашивали, а что вам больше всего нравится вообще из того, что вы знаете? Он говорит, больше всего мне нравятся слова из псалма, где написано, если я и пойду посреди тени смертной, не убоюсь зла, ибо ты со мной. Говорил сэр Исаак Ньютон и снимал при этом шляпу. Когда он слышал слово Господь Бог, он тут же снимал шляпу. Как будто Господь прям перед ним здесь стоит. Так поступают умные люди. И это правильно. Поэтому, да, мы надеемся не на что-нибудь временное, мы надеемся на Иисуса Христа, воскрешившего из мертвых. И все наше Отечество, на него тоже надеется сегодня. Кто имеет веру. А кто не имеет веры, тот тоже нам друг. Кто действует правильно, но еще пока не пришел к вере, я смотрю, как в соцсетях, допустим, есть очень хорошие люди, советские люди по воспитанию, по образованию, я не знаю, с церковью ничего, я вроде бы атеист или атеистка. Смотрю, начинают писать, цитировать Евангелие в своих соцсетях, на своих страницах, слово Бог писать с большой буквы, начинаю, думаю, о, процесс пошел, какой же ты атеист. Все, стирается это все, знаете, стирается, грим весь этот, значит, тебя в клоуна намазали, такого, в Джокера, такое тебе разрисовали, так улыбающийся рожицу, одели тебе клоунский колпак, значит, такой этот парик рыжий, как бы, и ты там ходил, как бы, как этот самый, этот дуралей такой, значит, и потом наступило время снимать этот клоунский нос и снимать себе грим, смывать, природные черты лица. Если у вас есть кто-нибудь там, где сегодня тяжело и горячо, не спорьте, не ругайтесь, ничего не доказывайте, надо дождаться времени, пока все устаканится, люди начнут выйдут из состояния аффекта, потому что сейчас все в аффекте, в страхе, в панике или в гневе, они выйдут из состояния аффекта, начнут думать трезвее, спокойнее, анализировать, оценивать, успокаиваться, поэтому надо дождаться времени, это очень, тоже общая беда, вот, и молитесь искренне.